начнем пожалуй я рад приветствовать всех домашних сомелье у себя на канале мы как всегда говорим об алкоголе и обо всем что связано с ним и сегодня не будет исключения сегодня будем говорить о виски прежде чем перейти непосредственно к самому видео обязательно подписывайтесь на мой канал обязательно создайте комментарии это важно для меня важно для продвижения канала обязательно подписывайтесь на другие соцсети на дзен если вам неудобно смотреть на ютюбе описание ссылка и обязательно на telegram помимо того что там выходит вся информация по всем каналам по всем площадкам где размещаюсь также там разные голосовалки которых можете принять участие и собственно говоря поучаствовать формирование контента будут проводиться различные конкурсы с розыгрышами в будущем также там есть полезная информация о различных акциях доброжелательные комьюнити в общем рад буду видеть вас всех на своей площадке telegram ссылка в описании можете переходить а если хотите помочь каналу каналу в развитии то в описании также есть способ как это можно сделать но теперь к видео поехали знакомьтесь виски блат на квина я солдовый виски из региона lowland для чистоты эксперимента мы сравним этот напиток с двумя другими напитками с напитком castles word восьмилетней выдержки это blended молд это купаж солдовых спиртов откуда они мы не знаем и жура откуда знаем с острова жура жура журни это тоже нас релиз но здесь используется по моему сеншиваюсь около восьми лет спирты и в блат на кисе не изменяет мне память тоже не трехлеточки тут вас спирты будет чуть чуть постарше об этом мы говорим чуть поговорим чуть попозже вот на виски жура был обзор вот здесь сейчас появится ссылочка можете перейти посетить более подробно про этот напиток что я рассказываю хотя в виски якобы островной это остров жура но по факту он немножко профиль такой у него больше похоже на хайланд то есть это такой типичный больше для хайланд профиль чем для острова хотя острова есть разные вы все должны понимать что даже на островах есть дистиллерии которые делают абсолютно не торфяные релизы потому что когда говорят острова многие предполагают что это будет обязательно какой-то дымный такой торфяной насыщенный профиль но нет даже принципе на али есть дистиллерии которые классически выпускают конечно торфяные релизы но у них есть релизы совсем не торфяные и прям такие лайтовые лайтовые также принципе жура вроде как из островов хотя не айла конечно но профиль здесь совсем другой касса свод тоже был обзор на канале вот здесь оставится ссылочка можете по ней перейти постеть более подробное что рассказываю про этот напиток в общем про них рассказывать особо не буду мы их будем просто пробовать и сравнивать с виски блатных вина и а вот по поводу блатных вина и хотелось бы остановиться более подробно рассказать о том что за компания его производит и что вообще из напиток что за напиток и еще собственно говоря него делают почему тоже совсем другая история это дистиллерия началась в 1817 году это самая южная дистиллерия в шотландии находится она на берегу реки блатных откуда собственно говоря и название принадлежала это дистиллерия семье мак лэланд они выпускали почти 100 лет свои свои свой виски все у них получалось все было здорово они вышли на объем 230 тысяч литров в год что по тем временам было очень очень много и в называли эту дистиллерию королева равнин королева тигрица а в 1905 году компанию настигли сложные времена потому что увеличились налоги упал урожай ячменя вообще были сложные времена связаны с войнами и в 1911 году по дистиллерию пришлось продать и вот с 1917 года года компанию преследуют и так скажем черная полоса почему черная полоса потому что оно постоянно тут открывалась то закрывалась переходила от владельца владельцу и у нее прям в то и у ras продавали вообще полностью то есть это достаточно сложно было то и вообще как бы разбирали там собирались и продать как недвижимость уже там на самом деле были сложные времена и вот современный так скажем о релиз мы знаем так скажем с 2015 года почему 2015 года вернее даже не лиза саму компанию современную с потому что в 2015 году дэвид приор австралийский предприниматель эту компанию выкупил вообще до этого как бы дэвид владел бир бизнеса по производству йогурта но видимо понял что в виски все-таки производить гораздо лучше вкуснее и выгоднее это было не просто смело это было пиздец как смело вот из этого года 10 существует два года и и модернизировали обновляли оборудование 2017 году она открылась и заработала так скажем на полную мощность а в 2019 году вообще открыли визит визит-центр то есть как бы туристический центр то можно приехать посмотреть и говорят что год приезжает не менее 25 тысяч человек чтобы посмотреть как производится это замечательные виски воду для своего напитка они берут из реки одноименной бладнек это мягкая торфяная вона вода солото не покупают у независимых производителей у них и свой достаточно в большой объем складских помещений у них есть бочки из-под бурбона for roses и heaven hill также у них достаточно много бочек из-под собственно говоря хереса и разных других вид соответственно у них есть мощности для того чтобы делать качественные напитки это просто охуенно что мы знаем о релизе блат наквина я во первых самое интересное это крепость 46 и 7 нестандартная мне это очень нравится нет ни холодной фильтрации не красители то есть это натуральный цвет выдержка в двух бочках бочка из-под бурбона и хереса первого наполнения самого слова вина я это слово и санкрит и санскрита она означает уважение благодарность таким образом производитель хотел отдать дань памяти тем людям которые основали эту дистиллерию по возрасту это нас соответственно здесь спирты без указания возраста но я знаю что здесь используются спирты не менее пяти лет соответственно это не совсем прям совсем молодой помимо релиза вина я у них есть еще несколько других интересных релизов и конечно достаточно сложно встретить нашей стране если встретить скорее всего не будет стоить прям не дешево хотя иногда можно встретить я пробовал у них дымный релиз а лента очень очень интересно мне очень понравился но его пробовал давно его на самом деле мне кажется сложно найти в общем помимо этого еще есть у них самсара это давыдочка бочки из-под колеса фарнийского вина а лента что я сказал это дымный релиз еще есть лиора это очень необычный рис повышенной крепостью 52 с половиной процента также если возрастные линейки и 1 бочковые линейки то есть не достаточно такой широкий ассортимент но к сожалению встретить в нашей стране практически ну и невозможно если возможно это будет стоить прям совсем ну безбожные деньги вот в общем такая информация по поводу этого напитка в общих чертах конечно можно было бы углубиться в историю но там вот прям игры из из рук в руки переходила компания принципе почитали посмотрели рассказал посмотрели что после ничего мы не постель рассказала напитки сейчас мы посмотрим на внешний вид почитаем этикетку и будем переходить к самой интересной стадии будем все это дело пробовать давайте приходить к внешнему виду но что нас по внешнему виду продается все это дело в такой красивой черной коробке золото мне очень нравится такая стилистика это выглядит солидно прикольно но самое интересное в принципе что у нас давайте почитаем может здесь попробуем что на этикетке но в принципе это все вам рассказал здесь есть небольшая палитра вкусов цветочные с свежим зеленым яблоком волны то есть как бы на принципе вся информация которая сказал здесь прописано 46 7 без холодной фильтрации без подкрасов основана 18 817 году в принципе больше ничего то что нам надо давайте откроем это уберем коробку но коробка классно выглядит если берете на подарок то это прям вообще здоровски смотрится а самое интересное нас ждет внутри бутылка очень тяжелая очень классная мне очень нравится вот эта стилистика она с такого толстого толстое дно толстое стекло в такая квадратная прям вся мужская такая прям брутальная круто мне очень нравится тяжелые бутылки это всегда выглядит как-то солиднее вот когда в руках держишь тяжелую бутылку или легкую бутылку тяжелая вот всегда я даю предпочтение то что она вот ощущается как-то более ну что ли в больше внушать доверие в общем вот вот так это выглядит на самом деле мне очень нравится внешний вид это сделано прям здорово с учетом то что покупала 3 за две с половиной тысячи рублей если вы подписаны на мой телеграм канале вы знаете где я покупал и возможно тоже могли бы купить если подписались на мой телеграм-канал если еще не подписаны вот в общем вы это здоровски мне очень нравится за такую цену в это прям если берете на подарок это прям шик блеск красота к К тому же в других сетях он стоит дороже. Давайте посчитаем, что у нас записано на нашей контртихетке, на российской. Что у нас здесь перевели. Бладна Квиная, виски шотландские солодов, выдержка 3 года. По поводу выдержки я уже сказал. Вода специально подготовлена, солодов, виски и дистиллят выдержаны не менее 3 лет. Ничего лишнего, никаких колеров, ничего. Изготовитель Бладна Гистери, это я тоже вам рассказал. Крепость 46,7. Ну, в принципе, больше информации, которая нас здесь могла бы заинтересовать, особо нет. Дата разлива, если кому это важно, 31.01.2023 года. Вот такая информация по поводу этой бутылочки. Ну, а теперь давайте все будем это пробовать. Потому что, мне кажется, самое интересное, это пробовать эти напитки. Внешний вид, хотя, еще раз повторю, мне очень нравится. Давайте позовем наших помощников в посуду. Ну что же, посуда на столе, а это значит, что пришла самая интересная стадия. Все это дело будем пробовать. Ну что же, давайте вскрывать. Запаяна здесь пленочка сверху. Мы ее убираем. Она нам больше не понадобится. Не хочется взбиваться. Где-то я что-то упустил. Вот она. Это от нас больше не... Сверху деревянная, на самом деле, пробка. Круто. Ну, крышка, я имею в виду. Не пробка, а крышка. Очень плотненько сидит, хорошо. И внутри натуральная пробка. Все как должно быть, все как полагается. Очень, блин, ну классно выглядит бутылка, прям кайф. Конечно, она не очень удобная, но с точки зрения визуально, это прям восторг. Мне очень нравится. Такая тяжелая, прям кайф. Так, закрываем. В серединочку мы нальем Castle Sword восьмилетний. И в левый от меня, в правый от вас мы нальем журу. Журы, конечно, тут не особо много, но для понимания картины вообще нам, в принципе, этого хватит. Вот сюда наливаем. Жура, тоже, кстати, был обзор, да, я уже говорил. Что же, по внешнему виду, давайте по цвету. Цвет, кстати, цвет, ребят, хочу сказать, что у всех очень близкий, жура чуть-чуть потемнее. Но при этом это, эти напитки с красителями однозначно, а это натуральный цвет. Давайте по телу посмотрим. Тело весьма неплохо, достаточно плотненькое. По поводу, конечно, Castle Sword говорить особо нечего, потому что я говорил. Ну, кстати, по плотности они плюс-минус очень-очень рядом. Хотя вот жура, по-моему, менее плотная. Жура, кстати, тут тоже, спирты не совсем трехлетние, там, если не ошибаюсь, тоже около восьми лет спирты используются. Поэтому они плюс-минус находятся вот в одном возрастном диапазоне. Хотя, конечно, мы точный состав не знаем, кроме Castle Sword, здесь восемь лет как бы нам указывают. А вот остальных это только догадываться. Так, ну что же, давайте переходить к носу. Начнем мы с нашего новичка, Бладна Квиная. Неплохо. Есть легкая спиртуозность, не критическая. В принципе, я его только открыл. Нос очень необычный. Есть какие-то прям сладковатые мотивы, такие сливочные. При этом, вот эта сливочность, она где-то переплетается с какими-то ароматами. Я не знаю, это странно будет звучать, но какой-то есть такой пыльности и штукатурки. Очень интересно, очень необычно. Есть какая-то медовость такая, медовость и яблоко. И легкая травянистость. Очень неплохо, очень интересно, очень необычно, очень неплохо. Пока мне все очень нравится. Так, давайте сейчас пусть еще постоит, подышит. Это вот то, что первый нос. Castle Sword. Castle Sword тоже неплохо, но на фоне Виная он находится в менее, так скажем, выигрышной позиции. Он попроще, хотя при этом здесь тоже интересный нос. Здесь такие тона выпечки, такая яблочная какая-то шарлотка. Такие чуть-чуть дубовые мотивы, такая тонина, стверкость чуть-чуть. Есть какое-то чуть-чуть такое где-то вдалеке тесто, что ли, какого-то такого. Хлебные мотивы. Тоже неплохо, вполне, вполне неплохо. И жура журни. Жура журни отличается. В принципе, они все друг от друга отличаются. У жура журни есть какая-то торфяная составляющая. То есть здесь есть такой легкий торф ненавязчивый. Есть какие-то ореховые тона. Есть чуть-чуть какой-то грушево-яблочной такой тематики сладковатой. Немножко сухого сена. Легкая-легкая водитель. Тоже, кстати, неплохо. По носу, по носу, в принципе, неплохо. И там, и там, и там, и сям. В принципе, хорошо. Так, давайте дадим им минут 20-25. Пусть поставят, подышат. И попробуем на второй нос. И попробуем на вкус. Ждем. Пришло время снимать второй нос и пробовать на вкус. Давайте начнем мы с блатноквиная. Нос чуть-чуть изменился. Стало больше какой-то травянистости. Появилось какого-то чуть-чуть таких хлебных тонов. Какого-то такого сырого теста чуть-чуть. При этом есть вот такая какая-то пыльность. Вот что-то такое, запах какой-то штукатурки. И появились какие-то фруктовые тона. Такие очень чем-то напоминают какое-то что-то. Какие-то тропические фрукты. Что-то такое вот необычное. При этом есть такая легкая сливочность. Стофи и рисок. Спиртозность как бы достаточно приемлемая. Она есть. Ну понятно, что я его открыл. Поэтому только открыл. Поэтому она будет присутствовать. Но это достаточно легко вдыхать. Она не отвлекает вообще никак. Очень неплохо. Очень необычно. Очень вкусно. Ну по носу, по крайней мере. По вкусу сейчас попробую. Так. Castle Sword. Восьмерочка. Особых изменений не произошло. Все те же тона выпечки. Какой-то такой шарлотки яблочной. Чуть-чуть какой-то такой древесности. Есть какая-то специя. Такая легкая перечность какая-то. Дуб и ванилька. Достаточно просто. Но в принципе вкусно. По носу. Еще раз же. И жура-журни. Жура-журни. Как бы на их фоне конечно такой более торфяной. В нем больше такой дымовой составляющей. В нем ощущается какая-то такая. Приятная. Но нотки такого. Про потухшего костра. Но это фоном. Это не сильно прям выбивается. Но фоном как бы приятно. При этом есть какая-то ореховая тематика. Чуть-чуть такого сухого сена. Какого-то что ли. Ну вот яблочко-грушка. Что-то такое вот. Яблочно-грушевое что-то. Ну хоть такую вот ванильку. С таким легким торфом. Бочка как бы вот в носе. В конце не сильно ощущается. Так. Давайте все это дело пробовать. Мне кажется это будет самое-самое интересное. Ну и начнем мы собственно говоря. С нашего блатных вина. Ваше здоровье. Наливайте себе тоже что-нибудь вкусненькое. Давайте вместе с вами пробовать. Очень необычно. Он достаточно плотный. Очень приятно обволакивает. Вкус немножко отличается от носа. Здесь есть какие-то... Кстати появилось чуть-чуть. Чуть-чуть какой-то... Знаете вот во вкусе какой-то... Чернил. Аромат чернил каких-то. Вот типа графской краски. Что-то вот такое. При этом есть фруктовая составляющая. Но она прям не ярко выражена. Есть легкая травянистость. При этом он такой достаточно... Какой-то терпковатый такой. И чуть-чуть со стринкой. То есть есть какая-то вот в нем острота. Какого-то что-то... Что-то такое перечное. Не знаю. Вот такое достаточно интересное. Необычное. Достаточно сильно отличается на самом деле от носа. Давайте еще разочек глоточек сделаем. Очень интересно. Он, конечно, дерзость молодых спирту ощущается. Он достаточно такой дерзкий. Но это все равно легко пьется. Но вкусовые качества у него на высоте. Мне очень нравится... Здесь необычная палитра. Мне нравится, что это отличается от носа. То есть здесь во вкусе немножко другое. Здесь вот... Хотя травянистость та же самая остается. Но она какая-то травянистость. Какими-то такими прям... Ну, вяжущая такое... Вяжущая со стринкой какой-то. Прям очень необычно. При этом есть фрукт какой-то. Вот что-то есть. Какие-то тропические фрукты. Но не пойму что. Очень необычно. Во рту остается... Вот и после вкуса тоже у него необычная. Какие-то остаются такие кокосовые мотивы во рту. Ну, ванилька, понятное дело. И вот что-то похожее на торф. Но это не торф. Это вот что-то ближе к типографской краске. Что-то такое. И во рту остается достаточно долго. То есть не совсем короткое после вкуса. Есть как бы у него какое-то такое развитие. Неплохо. Пока мне все очень нравится. Давайте попробуем немножко... Сполоснем наши рецепторы. Попробуем наш Castle Sword. Castle Sword 8 лет. Он отличается. Он гораздо проще. В нем нет какой-то вот... И плотности. У него чуть-чуть по ощущениям чуть поменьше плотности. Но хотя, в принципе, неплохо. Это вот повторяет очень сильно нос. Тона какие-то выпечки с такой с яблоком. Чуть-чуть есть хлебные тона. Есть бочечка. Ванилька. Вот и остается такой чуть-чуть выпечки. Остается после вкуса легкая такая выпечка с тонами древесины такой дубовая. Что-то тонинное. В принципе, неплохо. Но вот вина мне пока нравится больше. Пока что. Давайте попробуем еще раз водичку. И попробуем журу. Жура, журни. Ваше здоровье. Ну, по вкусу он из них всех как бы самый менее фруктовый. В нем фруктов достаточно мало. В нем есть какая-то ореховая тематика. Есть она какого-то такого хлеба, сырого теста чуть-чуть. Есть в конце такой достаточно приятный торф. Не сильно он-то бросающий с такой фоном. Такой потухший костер. Вот такое что-то. Вот в конце появляется такое легкое яблочко. Ванилька появляется. И торф как бы остается. Ну и чуть-чуть-чуть-чуть такой там деревяшечки. Бочки чуть-чуть совсем. Вот в итоге как бы прям больше остается торфа во рту. Хотя вот на старте, честно говоря, когда я его пробовал, он был не сильно прям торфянул. То есть с ним был фоном торф, но сейчас мне кажется стало его гораздо больше. Так, давайте еще разочек попробуем вина и будем переходить к водам. Надо сползнуть рецептором. И давайте пробовать вина. А давайте-ка бухать. Ну нос прям мне нравится. Вот сейчас он начинает меняться. Сейчас в нем появились какие-то... Это очень странно, но у него появились какие-то татана капучино. Очень здорово. На самом деле классно, когда... Вот мне нравится, когда напитки меняются. Вот когда они стоят и раскрываются по-разному. Это очень здорово. Как по мне, это достаточно такой хороший показатель качества напитка, когда палитра меняется со временем. А не остается вот всегда тоналил, а она одна и та же. Это странно. Ну здесь прям хорошо. Вот и появился какой-то татана капучино сейчас в носе. Здорово. Давайте пробуем. Это вкусно, но да. Но вот здесь как бы ощущается дерзость молодых спиртов. Мне кажется, ему надо еще дать время, чтобы он поставил пару недель бутылочки. Мне кажется, он еще раскроется. Но об этом, в принципе, мы поговорим в каких-нибудь других видео. Я там расскажу более подробно, что с ним произошло после того, как он отстоялся. Но сейчас мне тоже нравится. Вот если убрать как бы вот эту чуть-чуть излишнюю спиртозость, сколкость, дерзость, дерзость таких молодых спиртов, прям очень хорошо. Достаточно богатый нос, очень все хорошо меняется. И вкус приятный, и вкус тоже как бы есть легкие изменения. То есть это вот такое что-то кисло-вяжущее, перечное что-то такое, со стринкой, как бы прям интересно. Есть травянистые тона, есть какая-то легкие тропические какие-то фрукты. А вот в послевкусие уходит какую-то такую кокусовую стружку, чуть-чуть кокоса что-то такое появляется. Что-то имбирное появляется. Такое достаточно горькое деревяшка. И это достаточно долго во рту остается, то есть это прям выразительное такое послевкусие. Блин, ну здорово, здорово. Давайте переходить к выводам. Ну а что у нас в выводах по поводу этих напитков? Давайте начнем с цен. Давайте начнем с жура-журни. Без акций, сейчас достаточно сложно, во-первых, найти, а во-вторых, он будет стоить без акций в районе 4, даже может 4,5 тысяч рублей, что несомненно дорого для него. Ну я бы не отдавал за такие деньги за него. Вот если встретить в районе 2,5 тысяч, 2,5 тысяч рублей, то да, за эти деньги можно его взять. Это в принципе такой, достаточно простенький, достаточно понятный сингл молд с таким легким торфяным влиянием. Неплохо как бы, но прям звезд с неба не хватает. Хотя неплохо. Castle Swat. Без акций стоит в районе 2,5 тысяч рублей, 2,6 тысяч рублей. А акции можно встретить даже дешевле 2,000 рублей. В принципе, я его покупал дешевле 2,000. И за цену дешевле 2,000 это однозначно неплохой питейный молд. То есть его взять, попить, не задумываясь, не заморачиваясь, вполне можно. Есть какие-то на выпечке характерные. Вот если там на Уллин пробовали, вот это похоже на там на Уллин, что чем-то. Хотя по плотности, по-моему, по ощущениям чуть-чуть поплотнее. Неплохо, хорошо, легко пьется. То есть вот ценник 2,000, да. Бладнок. Бладнок Винае здесь с ценами все гораздо сложнее. Почему? Потому что в разных сетях он стоит абсолютно разные деньги. Если вы начнете его гуглить в интернете, то можете встретить цену 5,6 тысяч рублей и 4,500. В зависимости от того, к какой там, собственно говоря, вы сети обратились. Он всегда продается в супермаркетах, да. Стоит он там 3,000 рублей. Это вполне хорошая, адекватная цена для такого напитка. А я его покупал в магазине, окей, по цене 2,5 тысячи рублей. Для этого напитка это цена, честно говоря, подарок. Если в такую цену встречаете этот напиток, смело покупайте и не раздумывайте. Даже если вы не соберетесь, не захотите сами его пить или он вам не интересен, вы всегда можете его подарить. Потому что бутылка на самом деле выглядит очень здорово и солидно. Ну, на подарок это прям здоровски смотрится. Это будет хороший такой подарок любителю виски. Потому что на самом деле виски, ну, как по мне, он интересный. Как минимум интересный, но, конечно, есть вот эта легкая спиртозность, легкая держность молодых спиртов, это ощущается. Но мне кажется, со временем он может исправиться в лучшую сторону и он станет, мне кажется, помягче. В общем, о чем я говорю, о чем я вам расскажу обязательно в своих следующих видео. На этом все. Обязательно пишите свои комментарии, что по этому поводу думаете, пробовали, не пробовали, как он вам и с чем хотели бы его сравнить. Всем пока!